всем здорова ребят добро пожаловать на властелин колец модом инорад сегодня у нас реплейчик из дискорда значит дуэлька на истфолде сразу котик от подписчика в этой дуэльке за мордор играл мориарти о это пожилуха поздравляю всех извращенцев кто ждал а против мориарти за рохан играет fbi open up вот ну ужасный матчап для мордора но если этот чел тоже ну бас то наверное мы увидим нечто странное ок давайте мы днем небольшой rush тут рисовался и апгрейд делается нокий тут да это тоже ну бас дед вышел налоги кинул но не кинул отступников то есть фаст отступников сделать не получится обита тоже нет чтобы можно было послать его крепить тролля но зато он выходит в конницу так что первые атаки мордора можно будет отбить ну или же он играет в топорщиков которые плохо давит ладно если что топорщики хороши для хараса экономики но при текущей системе рохана им и никто не пользуется потому что у рохана очень казуальный геймплей и в них нет нужды собственно вот а эти нужны для того чтобы давить у этих урона давки вроде слабее они еще чуть больше замедляются но насчет 2 я не уверен но тут беда в том что как бы их может отправить в атаку надо но не не надо ладно еще одна пачка пошла еще одна пачка остановилась ждет чего-то ждет копейщиков ок а тут он что за метод же не должен был заметить вторая конюшня кстати как бы странно это не выглядело но на новом патче вы чаще будете видеть такие тактики этих челов можно будет играть так и что что будет он что не умеет двумя отрядами одновременно управлять не 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 может быть ладно но атаку отбил так тут такое впечатление что replay сломался но но я не знаю он будет двигаться или нет это совсем все ужасно может реально replay сломан четыре пачки конницы что может они играли без фикса задержки и из этого replay поломан давайте-ка я щас о господи проведу некоторые махинации как же это плохо зачем вообще такой replay скидывать окей replay был поломан все таким так что весь негатив который я озвучивал забираю назад но тактики у них примерно те же самые но хотя бы чел давил конницы из в начале окей идет пачка что же он будет делать когда копья пойдут признаться честно у меня когда-то была такая фантазия вот этих типов раскачать вот так зачем он делает зачем он эту стойку врубает и агрессивку это позволяет нивелировать то что они хуже давят и больше замедляются но у них нет брони из-за этого то есть но видите они намечен как даже умирают то есть такое себе но если раскачаться в белых лошадей еще и в теодена что на секундочку плохая тактика потому что это две обилки первого тира но тем не менее если так сделать то в принципе из этих типов вы можете сделать более-менее приличную конницу которая в какой-то момент сможет противнику пронести креп но при условии что там не будет миллиона вышек возможно этот челик как раз вот такую фантазию и отыгрывает и между прочим даже несмотря на то что обе атаки мордора удались мне кажется что он разменялся хуже у него два очка без копейки да да тут два с половиной что же дальше мордор думает конница поехала в его сторону мордор долго думает сожалению у морярти и самый самая большая проблема это даже не то что у него плохой билд а то что он слишком медленно нажимает на кнопочки да вот вот это очень плохо теперь его будут харасить чтобы задевать вот такую тактику нужно по периметру поставить вышек этот рабочий сейчас должен поставить вышку здесь второй рабочий должен она у него вообще тут нет ферм так что но было под крепы не надо ставить можно как-то задеваться заранее раб забежав копейщиками и тут следовало бы заказать копейщиков уже самый адекватный ответ на конницу это копья на базе как бы но он не может почему-то что-то ему мешает и сейчас у него будет supply блок но зато он строит новые фермы что как бы похвально хотя бы так вот рохан потерял больше половины своей кавы но часть смог увести но наверное если так подумать какие бы там не были размены это неважно потому что они все равно нормально играть не будут но у него тут чуть подкопилось еще что будет делать дальше мордор смотрим он идет в атаку потом он где-то на полпути такой устал и думает что дальше делать что дальше делать и он возвращается нормально минус рабочий так побежал все что нужно сделать это отправить вот эти вот этих копейщиков вот сюда и все и можно эту пачку ввести на базу противника и что-то делать нет смысла гоняться за конницы если ты не кобыла запишите себе это а то забудете на всякий случай вы не догоните лошадей они очень быстро бегают это их фича ну ладно но по сути очень хорошо отбила так удовы две пачки на одну ферму и что они 450 сейчас стоит да это 900 монет на три сотки отличный размен пара идти в контратаку снова кого поехала вот тут уже надо вышки ставить начинать но у него один рабочий всего лишь лесопилки против кавалерии это слегка спорная тема но даже несмотря на это тут главное то что нет очков командования то есть надо строить фермы срочно надо заказывать второго рабочего как же тяжело и кажется мордор сломался да он сломался он уже все он чем-то другим занят может его кто-то отвлекает кстати не знаем что по голове дубиной бьют вот чем он был занят что недоконтролил этих этих челов точно не чем-то в игре возможно не знаю его типа жена его короче обижала что-то такое плохое ему говорила что он вот вместо того чтобы пойти на завод работать он в детские игрушки играет минус рабочий будет не и и орки начали драться круто но бы его продолжают отвлекать но хотя бы у него два раба что же делать туда или туда лево-право-лево-право-лево-право-лево-право-право стоим на месте а парочка не выдержала передумал нечего он это как статуи использует не но почему бы и нет но не так быстро сносят здание как бы так но пару стрел выпустили 1 всадника убили круто что дальше как-то куда-то не туда забежали эти орки но смогли кого-то убить нормально принципе рохан уже прям макрить начал несколько пачек подводит посмотрите даже вышка которая еще не достроилась они плохо ее сносит но они конечно ее снесут потому что тут уже все но тем не менее парочка вышек на флангах и эта тактика потеряет всякий смысл зато это снес рохан в недоумении у противника не осталось зданий которые можно снести что же делать то теперь что же дальше мне кажется план заключается в том чтобы расформиться до 25 и снести крепость но не на чем качаться больше и если у тебя нет фермы их никто не разрушит синки баузит много конец x100 еще больше строит так морда решил в атаку пойти у него же кстати ферма рабов есть мы бы поставить и деньги есть даже передумал но в общем вот если что это отличный пример того как нужно отрабатывать практику если вы студент или вы например может вы еще в шкалке учитесь вы будете студентом у вас будет практика вот ваша задача создавать видимость будто вы чем-то заняты вот именно так и играет мариарти прекрасный билд я думаю лучшим вариантом тут час будет продать этих лучников в крепость зря либо деньги бы получил можно тут пару вышек поставить все равно деньги никуда не тратится 3 рабочих есть так что же он будет делать два рабочих были отправлены на что-то на бойне 3 рабочий тоже хочет построить здание нужно стенную башенку поставить но конница устала немного поэтому он выжил 12 очков в кармане я ни на что не намекаю но ферма рабов учитывая что на нее хватает очков это отличная идея деньги очки командования но можно перекачаться чтобы призывать копейщиков под ноги этим садником что тоже было бы неплохо кажется некоторые орки устали но потери у рохана огромные на самом деле то есть некоторое время мордор может дышать спокойно он устал тоже решил отдать их на смерть подстраиваются новые правда поэтому дышать спокойно мордор будет недолго ну давай ну 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 это не та игра в которой можно под пивасом сидеть нужно работать пальчики должны нажимать быстро так заказал так вот сюда одну еще он барак а я забыл я забыл да ему бы барак не помешал но у него supply блок так-то можно было бы кстати спамить пауками что он вроде как и собирается делать новая пачка поехала так давай отправляй своих пацанов деньги есть на нас гуля раз уж играть в пауков то его бы построить чтобы он им саппортил мне кажется что мари арти является членом клуба хейтеров вышек там председатель и грешник кстати вот и он не будет их строить поэтому но нас гуля тогда убивать ручками можно будет этих челов но точнее мечом и лапками лапками лучшими но они подохнут сейчас тут их много что происходит он начал просто слить своих пауков передумал ок передумал устал мне кажется пауки бы догнали этого ну ладно неважно вот есть цель посерьезнее посолиднее как бы 3000 уже накопилось возможно мари арти решил сделать ход конем и построить летучку у него еще и скидка есть это вполне себе может быть тут только вопрос в том как долго он готов терпеть то есть он возьмет летучку дешевую или дорогую дорогая летучка позволит кидать стан что он не даст конюхом свалить но к тому моменту возможно уже базы не будет хотя тут тоже не похоже чтобы эта тактика как-то развивалась у рохана единственное и ты чего так далеко от дома то единственное что выглядит как прогресс у него это то что он почти уже в третьем тире но не ну хотя он может копейщиков перебить третьим тиром если что всю эту каву можно было бы грейдануть вот этим вот грейдом и играть в левую ветку в теодена и можно было бы закрыть крепку даже несмотря на то что в спину убили бы вот эти челы просто держу в курсе что же будет дальше будет лили . сейчас он ее не может себе позволить построить а у нас гуля построил как же ты медленно думаешь бро ну ладно с паучками тогда его вот ноут дерись вот отправляй но отправь в атаку о боже вы они они сами загрелись это не он ими управлял беги беги третий тир беги беги молодец фиговый третий тир по факту но войска можно увести немного то главное чтоб гимли к ним не подобрался водить нужно в другую сторону от угрозы не к угрозе а от угрозы вот если если пьяный мужик с огромным топором бежит в твою сторону нужно бежать в противоположную сторону 5000 кстати но возможно это такая тактика он мариарти он специально слил войска чтобы выйти из соплей блока и построить короля чередея ждем сколько времени ему понадобится чтобы потратить деньги ждем ждем он думает он думает эти тир почти закончился все на гимли можно плевать уже ждем к че король чародей чароль кородей не аж самому плохо от того что я сказал ну 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 че рабочий сдох конные топорщики не умеют бить воздушные цели король чародей так он выбрал третий тир возможно сейчас уже не будет никаких больше вариантов отдавания приказов и он выберет последнее что ему осталось это король чародей больно кста вот незадача фермы уже качнулись то есть двумя отрядами пауков с полу убитым с гулем их не похарасишь нужно ехать на базу но до слоняры точнее носороги могут снести что же будет делать он думает он думает он думает конюшню он решил убить источник зла в этом тоже есть некий смысл наверное даже больше чем в харассе экономики потому что раз уж он не сносил экономику допустим снесет он пару ферм ну пускай 3 может он снесет хотя тут конечно еще проблема в том что у рохана тоже проблемы с пониманием что надо делать может он даже 4 снесет ладно но денег-то у рохана дофига если у него денег полно если ему всю игру сносили экономику то и у рохана денег полно а значит это не остановит поток конницы значит нужно сносить конюшню вот но беда в том что скорее всего мариарти это золотая рыбка вот ее при помощи искусственного интеллекта как-то научили играть в игру а мы знаем что у золотой рыбки есть один большой изъян это память очень плохая и поэтому он забыл отдать приказ вторую конюшню сносить вот то есть как бы тактика то была неплохая но она к сожалению провалилась но хотя бы одну конюшню снес правда теперь одни вестфольды идут что как бы немного странно ну и вы наверное заметили что деньги куда-то исчезли могу предположить что до выйдет сейчас король чиролей аллилуйя спасибо тебе иисусе наконец-то что же теперь будет делать fbi у него есть одно копье а у него есть два копья между прочим он качался на носорогах может быть этот этого даже будет достаточно чтобы убить к ч пока он 1 уровня но я не уверен и скорее всего он не будет первого уровня когда они в него стрельнут сейчас конница его немножко сведонит почти полдавала за одну плюху жух почти 2 2 ну пора строить лучников братан о мне нравится что fbi долго не думает если он увидел юнита которую ему сложно убить он старается подстроиться и построить контр юнита к сожалению вот морярте так не играет но в смысле играет но спустя 20 минут лучше поздно чем никогда стоит заметить что у морярте скопилось весьма приличная сумма денег которую неплохо было бы потратить на большее количество пауков ведь моряр морярте не видит то что видим мы он должен понимать что к нему придет снова толпа конец ну кстати над идет как раз ее легче было бы убивать большим количеством пауков вы возможно скажете но фотки от него же есть летучка ну да но роханта атаковал несколькими пачками то есть желательно чтобы у вас на всех фронтах были войска которые способны убивать то что есть у противника не стоит полагаться на одного короля чердей и fbi кстати вопреки тому что у противника есть летучка которую напоминаю он ничем не может убить он идет в атаку здорово а может он копья хочет закинуть он копья хочет закинуть плюс одно копье надо оборонку врубать оборонку улитай 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 там этот улитай улит то не туда ладно не ну окей чего он переживал идеально все этих челов надо бы отправить вот сюда можно можно его в атаку отправить но он как бы хилится но учитывая что это конница как бы черта занята да все-таки нужно его отправить в атаку чтобы он про коцал этих челов рохан видит угрозу в черном замке и решил его пронести но нормально все теперь к ч должен в сторонке постоять чтобы его не убили вот а рохан учитывая что он получил инфу где находится к че он по коцам должен элвин посадить на ее кобылку и бросить копье или же просто как рыбак он прикормил стойте идеально просто помните я говорил что мариарти это золотая рыбка я был неправ все мы люди все мы допускаем ошибки мариарти это карась вот эти конные топорщики это прикормка вот на что там я уже забыл чем прикармливают карасей кашу всякую там можно кидать манку можно просто хлеба намешать накидать но это скорее после рыбалки чтобы на на следующий день уже корси подплыли туда и можно было их ловить когда они уже все захавают и потом уже проголодаются короче он закинул приманку и мариарти повелся на это вот по к сожалению сейчас fbi празднует свою величайшую победу и поэтому он забыл свою женщину дома вот он там типа с братьюнями развлекается он сейчас фонтан прыгать будет от счастья вот но пока он пока он занят своим непотребством как бы жену изнасиловали дома пауки потому что пылесоса нет fbi пропил его ну по зарплату пропил на заводе с михалычами блин у меня целый сериал вырисовывается можно носорогов кстати призвать а деньги почти накопились к чешка скоро будет тем временем мариарти выгнали из клуба хейтеров вышек и он начал пользоваться их преимуществом вот тут снова сработал принцип лучше поздно чем никогда сожалению количество войск мордора оставляет желать лучшего вот помянем нас гуля вот поэтому они все умирают какие-то собаки начали гавкать то вообще выгуливает собак в 11 вечера хотя ладно я собачников не понимаю не буду гадать о так наконец-то наверное вышку надо бы снести он начал давить неплохо лучники подохли этих давить не стоит потому что у них копья можно просто бить их бить своими рогами гав-гав-гав гав-гав-гав минус 1 вот это кстати грустно развернулся попой чтобы ударить одного лучника вместо того чтобы всю эту толпу бахнуть пин я надеюсь что вы слышите как собака там гавкает иначе будет весьма неловко то что я рандомно начал гавкать сам почему эти не застанились страны этот же не дает антистрах вроде не должен а а почему они бегут в эту сторону фигеть дебаф такой сильный на орков у которых нет грейда что они тотем не могут снести у него всего 150 хп если чё там щас копья откатится братан хотя ну китай почему я не вижу и умер он что его убил а вот и умер ну норм надо улетать вообще можно убить этих лучников но вдруг там что-то откатится урохана наверняка да есть возможность взять эльфов ему конечно лучше их не брать потому что он 25 может взять но мордор об этом не знает вот к несчастью все это время мордор не мог строить войска он был занят подсчетом своих денег и поэтому у него по сути голая жопа которую сейчас будет пробивать рохан ну вообще в теории ну он так конечно и без кача может задеваться он может все катапультами обстроить так как он видел что там третий тир то есть он знает что дальше будут энты вот мордор легчайше контрит энтов катапультами я бы даже сказал что эти каты на крепости слегка имбовые денег у него много но даже если он хочет оставить эти деньги но для своих внуков то и не будет их тратить то в теоретический энтов может законтрить к чешка вот но желательно чтобы у вас были хоть какие-то войска чтобы занять вот этих пацанок потому что ну да десять тысяч в кармане может пора их потратить мне кажется в этот момент мари артистит и такой не мордор какая-то слабая фракция опача сейчас ему копьями убьют что-то вообще ничего не могу сделать у у противника такой мощный билд чтобы я не построил бесполезно вот смотрите насколько имбовые лучники два отряда лучников закон талили качи все он у он улетает если бы он мог за карту улететь он бы улетел минус крепость можно сесть на кобылку хотя наверное не надо мне так сдохнет ну когда это здание сломают он сдохнет ну что ж спасибо что посмотрели этот прекрасный реплей пойду венесе вскрою